Друзья мои, тот хлеб, который сейчас существует и продается на прилавках, магазинах, на рынке, где угодно, он ничего общего не имеет с тем хлебом, который в древние времена люди брали с собой в поле, чтобы перекусить во время обеда. Приветствую вас, друзья! Меня зовут Сергей Смельяков, я являюсь специалистом по оздоровлению организма. Сегодня хочу поговорить о том, почему не надо есть хлеб. Хочу назвать пять первых поверхностных причин, почему не нужно этого делать. Причем я хочу это вам рассказать, исходя из своего личного опыта, как человек, который всю свою жизнь ел хлеб и последние полгода не ест хлеб. И есть опыт определенный накопившийся, который можно сравнить. И я могу сказать, что действительно состояние не просто другое, оно кардинально другое. В плане здоровья, в плане физического состояния и так далее. Итак, поехали. Раньше такое высказывание, что в войну на хлебе люди могли жить просто. В древние времена человек брал там кувшин молока, кусок хлеба, шел в поле, работал, этого ему хватало. Друзья мои, тот хлеб, который сейчас существует и продается на прилавках, в магазинах, на рынке, где угодно, он ничего общего не имеет с тем хлебом, который в древние времена люди брали с собой в поле, чтобы перекусить во время обеда. Это совершенно, совершенно разные вещи. Но впервые эксперты отметили, почти вся Россия перешла на западную технологию производства. Нынешний хлеб отличается от традиционного тем, что в него добавлены всевозможные улучшители. Одни меняют вкус, другие позволяют выпекать ослепительно белые батоны из серой низкокачественной муки. Первое, что у нас есть в хлебе, это дрожжи. Это целая токсичная, ядовитая технология, во-первых, производства этих дрожжей. Можете посмотреть в интернете на эту тему очень много роликов, как создаются дрожжи, из чего они производятся. Это отдельная тема. Но сама по себе дрожжи – это определенная форма жизни, которую вы запихиваете в свой организм. В вашем организме сформировалась флора, которая живет там по своим законам. Она стоит на страже интересов вашего здоровья. И какие-то бактерии, какая-то жизнь, да. То, что вы туда закладываете дрожжи, чужеродную форму жизни, это не добавляет вам здоровья. Что оригинально, я знаком со многими онкологами, они прекрасно знают, что если к онкоклеткам добавить немножко плесени, грибков, вернее дрожжей, то не в два, а в три раза начинает более активно. И онкология, опухоли без дрожжей, без плесени фактически жить не могут. И вторая причина, почему не стоит кушать хлеб – это глютен. Глютен – это белок, который похож на резинку. Ну, просто на резину. Он забивает отростки в тонком кишечнике, он уничтожает ваш иммунитет, он опять же разрушает ту микрофлору, которая сформировалась, да. И в итоге у большинства людей приводит к большим, прибольшим последствиям со здоровьем. Ну, к ухудшению состояния здоровья. Помните раньше, на чем мы клеили обои? На крахмале, да? Так вот, непереваренный до конца хлеб, потому что его очень много, организм не может его быстро переварить, он залипает на стенках кишечника, поперечно-ободочное, в исходящий, нисходящий отдел, сигмовидный. И начинает там гнить, приводя к аутоинтоксикации. Третий момент – это ГМО. Генно-модифицированные какие-то продукты. В данном случае это зерно. Зерно, которое, то зерно, которое сегодня производится, из которого производится мука для хлеба, оно уже не то, что там на 80-90%, оно на 100% полностью, ну, модифицировано. Да, то есть, есть куча тоже данных, можете в интернете поискать, можете сами какие-то источники поискать. Зерно, пшеница, рожь, овес, которые сегодня растут в полях, они все генно-модифицированы. Это печальная вещь, и мне не очень приятно ее говорить, потому что я знаю, что большое количество людей посмотрит этот ролик. Вот, но, тем не менее, это факт. Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН еще в 2005-м в ходе наблюдений за генно-модифицированными растениями зафиксировал массовое вымирание насекомых, контактировавших с ними и проблемы не только с насекомыми. Независимые же исследования, которые также проходили в мире, и за последние, скажем так, 10 лет этих исследований становится больше, они показывают негативную тенденцию по воздействию ГМО на млекопитающих. По данным американских ученых, с внедрением ГМО в продукты питания за 40 лет на 50% выросли диабет и ожирение. Это у людей. Что же докрыс, то результаты исследований стали и в оси сенсации. Репродуктивная функция снизилась на 70%, а третьего поколения просто не было. Четвертый момент – это химия. Химия, которая содержится в хлебе. Очень много лавок с натуральным хлебом, со всеми делами. Ребята, перестаньте питать иллюзии. Та мука, которая продается для изготовления этого хлеба, в ней используются консерванты, в ней используются различные химические агенты, которые предотвращают возникновение бактерий, чтобы мука не портилась. В ней используются химические соединения в виде краски, чтобы мука была белая, чтобы более высокий сорт ей определить. Вот, куча-куча других вещей. Просто химические, ну, химические вещества, которые входят в состав муки. Из этой муки делается хлеб. Предприимчивые мукамулы, поставщики муки отбеливают муку искусственно, добавляя в нее бромат. Добавки к муке и хлебу, такие как бромат калия, обнаруженные во время тотальной проверки, творят чудеса. Плохие ингредиенты превращают в хорошие, ускоряют производство, позволяют выпекать изысканные багеты и чиабатты. Вот только большинство этих добавок – чистая химия, а некоторые – еще и чистые ягоды. Он способен вызывать рак щитовидной железы или рак почек. Также он очень токсичный, вызывает почечную недостаточность. Впервые броматы обнаружили сразу на трех хлебопекарнях, в трех разных городах. А значит, увлечение запрещенным отбеливателем становится повсеместным. Нету, возьмите какую-нибудь лавку, я не знаю, хлеб-декалач, супернатуральное, все красивое, пышное, дерево, все, маркетинг на высоте. Как вы думаете, они сами хлеб выращивают? Из сортов зерна, которые сохранились из Советского Союза? Да нет. Они просто покупают муку на оптовых складах, так, как делают все. И из этой муки делают хлеб. Вот и все. Последний пункт, пятый, это то, что хлеб – это углеводы. Туда входит состав сахар, сама по себе изделия из муки хлеба – это углеводы в чистом виде, они меняют состав крови и ухудшают пищеварение. Если вы кушаете мясо или какие-то белковые продукты, все это заедаете хлебом, то вы очень-очень-очень значительно ухудшаете свое пищеварение. А пищеварение – это, я бы сказал, 70% здоровья нашего организма. Поэтому, употребляя хлеб вместе с едой, вы ухудшаете пищеварение, ухудшаете свое здоровье, ухудшаете свой иммунитет. В конечном счете, это не приводит к лучшему состоянию вашего организма. Поэтому, друзья мои, есть пять вот таких очевидных причин, чтобы исключить современный хлеб из своего рациона. Ну, если покопаться, можно еще найти, но я думаю, если у вас есть достаточно здравомыслия, то даже этих пяти причин хватит для того, чтобы перестать употреблять хлеб. А я желаю вам здоровья и до новых встреч!